Всем привет, мои дорогие! Сижу на вебинаре по финансовой грамотности. Сейчас мы изучаем фондовую биржу. Рассказывают про инвестиции в ценные бумаги. Я задала свой вопрос, ответили. Мои птички лежат здесь, стоят, сидят. Такие сладкие. Мавишок мой. Она стала активная девочка у нас. Мавиш так не отпускает ее. Все время стоит охотиться и делать, и поцеловать, и почесать, и лапку поставить. Мои родные, мои родные. Да, бабушка. Да, мой лапочка. У нас погода сегодня изменилась. Дождик. Но нам весело с птичками. Смотрите, какой сегодня базарный день у нас. Базарные покупки. Особенно мне понравились грибы. Аж кем купил, аж 2 кило. И знаете, почем? 25 лир за килограмм. Обычно грибы стоят 40. А он сказал, что не на базаре, а у ребят возле базара, на машине, купил вот эти грибы. Также взял морковку, картофель, капусту. Тут смотрю, груши, яблоки. Ой, сейчас у меня такое желание приготовить грибы, хотя у нас еще есть обед из кабачков. Ну что, пошла я разгружать? 6 контроль, 6 контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да, 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 да. А еще я хочу показать, что я сделала, друзья мои. Сегодня мне некогда заниматься шитьем. Почему? Потому что у меня очень большое насыщенное обучение по крипте. Такие уроки огромные. Зарегистрировалась на трех биржах, еще две впереди. И должна покупать сегодня первый свой биткоин. Так, смотрите, я что сделала вчера. Вот, вот такая вот сделала. Вот такую вот красоту сделала. Видите, так аккуратненько все. Ой, с тканью повозилась, конечно. Она же вся ходит туда-сюда. Но вот так это будет выглядеть. Внутри будет шнурочек у меня. У меня остался шнурочек и низ. Но это можно в другой день. А это вот перед вот такой. Впереди будет вот так все. Сейчас я покажу. Здесь у меня тоже готовый шнурочек. Я буду делать из таких вот полосочек. И чтобы, конечно, они были длинные, их нужно шить. И вот именно нужно вот так вот шивать. Потому что когда мы развернем, и будет все ровненько. Вы видите, секреты. Дерюсь с вами секретами. И то же самое здесь. Вот ровненько идет. Смотрите, раз. И как раз выйдет ровненько все. Вот. Вот. С этим тоже придется повозиться. А вот у меня есть блужка, которую мне так нравится. Наверное, у меня белая ткань есть. Вот из нее я как раз и пошью следующая. Столько дел, столько дел, друзья мои. А погода у нас отвратительная. Сегодня дождь. Смотрите, какая погодка у нас. Обещали такой сильный ветер. Ой-ой-ой. Все, хочу закрыть. Покажу вам. Конечно, никого нет на улице и в парке. Но иногда и хочется такой погодки в Турции. Чтобы земля наполнилась водичкой. Напиталась. Мои птички сейчас отдыхают сладенькие. Даже боюсь включать пылесос, чтобы их не обеспокоить. А вот там у нас антенны. Видите, сколько антенн. Как раз хорошо и окна помоют. Мой муж вчера помыл. Здесь же какают нам голубь. Посмотрите, как он чистенько помыл вчера. Сверху гнездо голубинное. И постоянно какашки эти. Я здесь сидела, строчила, а он все чистил. Вот, мои дорогие. Дел полно. Учиться, обучаться, пока у нас идет такая погода. Все. Пошла я и готовить, и ужин, и разбирать, и учиться. Покупать монетки на разных биржах. Буду покупать сегодня. И вот, что у меня получилось, друзья. Посмотрите, как вкусно. Час. 200 градусов. Вот такая еда. Приятного нам аппетита. У нас такой стол богатый. Просто вы обалдеете. Смотрите. Какое разнообразие всего. Плохо живем. Лишь бы не трусила. Какое вкуснятие. Друзья мои, как давно я не была на улице. Наверное, неделю. Куда я сейчас так собралась? Хотя у меня сейчас очень много дел. Сегодня у нас идет выступление президента нашей компании, а также будет запуск новой программы в блокчейне метоксилены. И я вот должна... Да, у меня послезавтра рандеву насчет продления ГДЖ. И я вот собралась, быстренько иду. Муж ждет меня. Все дела бросила. Вот, вышла неделю спустя на улицу. Не хочется совсем никуда не ходить. Сейчас Ашкэму позову. Уже на работе. Ашкэм. Немножко поснимаю вам уличку. Улицу людей наших поснимаю. Но, к сожалению, самого начальника нет. Вот в таком месте он живет. Ну и Ашкэм сидит. Ждем его. Этот документ подпишет нам. И пойдем. Поснимаю вам чуть-чуть улицу. Это дорога к моей заловке. Многие спрашиваете, где она, где она. А у нее все хорошо. Но мой муж с ней не общается, естественно. И я тоже с ней не общаюсь. Скорая кого-то повезет. Вот пришли мы домой. Наши птички ждут нас, красивые птички. Мавиш. Мавиш. Мавиш, как знает сикавим. Мавиш. Как понимает, что его зовут. Мавиш. Шекерим. Чики-чики. Шекерим. Чики-чики. Чики-чики, мои любимые. Ой, я что-то так устала. Вроде бы неделю не выходила на улицу, а устала. Друзья мои, как я сегодня устала, да. Какой сегодня у меня насыщенный день. Мы, значит, с утра я что делала? Занималась уборкой. Сейчас пришла и закончила. Полы помыла. А вот, вот мои птичечки. Вот мои любимые. Птиченочки мои. Красивые. Видите мои птичечки? Видите мои любимые? Так вот, сходили. Мы прогулялись с мужем, наверное, час-полтора. Зашли в канцелярский магазин. Кипса называется. Я хотела купить бумагу для выкроек, но, к сожалению, не было. Посмотрели портфели. Так как у Марии испортился портфель, а Ирмочка идет в школу. Портфель 800 лир. Ну, и 600. Мы так посмотрели, посмотрели, посмотрим. Может, в интернете возьмем. Купим. Дети сейчас дома. Неделю, так как у них директор и несколько учителей заболели ковидом. Ирмочка входит в садик, а Адемия и Мария дома. И вот такие вот дела, мои друзья. Не знаю даже, как вам, можно вам говорить или нет, поймете ли вы или нет. Но пока это пускай будет секретом, секретом на миллион. Скоро в моей жизни, завтра, произойдет очень важное событие. Очень важное событие. Помолитесь за то, чтобы все было хорошо. Ну, в следующем видео я раскрою вам этот секрет на миллион. Ну, я очень счастлива буду. Буду завтра. А сейчас я пошла. У меня нужно подготовить трансляцию. Будет выступать наш президент. И нужно подготовить трансляцию. Солнышко было, когда мы вышли. Сейчас его нет, такие у меня красивые цветы. Ой, надо, кстати, их полить все. А этот цветок, этот цветок... Тля его съела. Он был такой красивый. Мне пришлось обрезать много цветочков. Побрызгать лекарством. И я думаю, что вроде бы он восстанавливается. Здесь прямо были... Было столько тли белой. Но видите, сейчас уже нету. Как цветы ест она. Так, а здесь этот цветок... Очень много воды хотят они. Очень. Красавчик мой, да? Такое красивое дерево. Мне его дали вот такой росточек. А за столько лет оно выросло. Перчики мои тоже. Видите? Хорошо, что мы их не срезали. Вот такой перец у меня будет хорошенький. Так, а тут что у меня за травочка? Травушечка. Самое главное, это линия туда. И здесь я слежу, чтобы тли не было. Но что-то... Знаете, как надо обращать внимание? Вот листики, когда отрываются. Вот это вот листики такие насыщенные, да? А как только они начнут утончаться, вот тогда надо бить тревогу. А там скоро будут у нас цветочки. Плющ пошел туда, видите? Вот такие вот у нас дела. Вот у нас есть гвоздичечка. Гвоздичечка есть. Все надо контролировать каждый день, чтобы не пропустить болезнь цветов. Так, ну здесь вроде бы все хорошо. Ну вот, пошла и работать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok